Здравствуйте. Я расскажу про то, как у нас устроена система слежения за жизнью почты в МРУ. Доклад будет немножко отличаться от тех, которые были, потому что то, что я сегодня, по крайней мере, слышал, это очень технические доклады. У меня, скорее, он более продуктовый и связан с конференцией только, наверное, тем, что большая часть кода написана именно на перле. Пару лет назад в почте, как и в любом, собственно, большом продукте, уже была какая-то система мониторинга, какая-то система построения вычислений метрик, построения по этому графиков, какая-то система реагирования на все это. Но было достаточно много проблем. Из них некоторые прям даже фундаментальные. Но я расскажу в общих чертах, оно как раньше было. То есть у нас висит некий демон на каждом сервере. Он тейлит логи. По логам считаются метрики. Они агрегируются. Раз в пять минут идет инсерт или апдейт в мускуль. Потом на другом сервере эти данные выбираются из мускуля. При помощи гнуплота старисуются картинки, генерятся HTML и получаются такие статические странички. Ну, в общем, оно работало, да. Но были проблемы. Собственно, проблема номер раз. Это то, что у нас все живет в одном мускуле. Как следствие, мы имеем в него огромное количество инсертов, апдейтов. И плюс к тому достаточно тяжелые селекты для генерации картинок. Кстати, в том числе и суточных. Там еще и с агрегацией большой. Далее у нас проблема такая, что вся логика вычисления различных метрик, она у нас живет в коде. То есть мы имеем огромные простыни ифов и регексов. Что как минимум просто страшно. Ну, естественно, сложно ответить какому-то менеджеру, который прибежал, или разработчику, прибежал и сказал, вот у нас там выпрыгнула красная линия на пятом графике. А что это такое? По каким строчкам она строится? Надо идти лезть в код, разбираться в этих ифах и регексах. Это очень муторно и отнимает много времени. Далее есть такая проблема, что два раза проходили по всем логам. То есть мгновенные метрики строятся условно мгновенно, по первому проходу. Но есть еще такая сущность, как уникальные пользователи. То есть там пользователи, которые были в большой почте, в мобильной почте, пользователи, которые получили пятисотки, но их много разных. Вот эти вещи считались отдельно. То есть у нас был где-то отдельный сервер, на который все докачивались эти логи и по ним по всем пробегались, вот это все считали. Но эти логи доезжали медленно, не сразу. И в итоге у нас получалась неполная и сильно отстающая статистика. Ну, кроме отставания по этим пользователям, у нас есть еще отставание этих самых мгновенных метрик. То есть они у нас совсем не мгновенные. У нас очень долго строились графики, потому что поначалу они даже пытались раз в пять минут построить и мгновенные, и суточные графики. В итоге там мускуль тормозил, это все строилось минут 15-20, и, в общем, графики, они какие-то почти бессмысленные были. Вот. И еще иногда там бывали такие вещи, что пришел там менеджер, ему надо построить срочно там для какого-то отчета график красивый в Excel по какой-то метрике, а эта метрика и данные живут только в базе. Соответственно, он составил у меня задачу, я ставил задачу на админов, чтобы они выбрали данные из базы. В общем, это тоже было все муторно весьма. И какое-то время мы с этим жили, потихоньку допиливали, решали эти проблемы. Но когда возникла неохладимость сделать такую же систему мониторинга, но уже для облака, решили, что давайте мы сделаем это все с нуля. То есть именно так, как нам хочется, чтобы было все красиво и замечательно. Вот. И, собственно, что хочется? Хочется как можно меньше дергать админов. То есть если мы хотим что-то быстро выкатить, у нас там надо срочно там замониторить чего-нибудь. Раньше это было, что мы там это меняем в коде, мы собираем пакеты, создаем задачу на админов. Админы там, ой, у нас там все сломалось, мы потом будем это катить. И в итоге оно очень растягивалось по времени. Очень хотелось бы это сделать, что вот мы это исправили, нажали на кнопку раскатить, оно сразу бум, и у нас на графиках появилось. Далее, чтобы все, кто заинтересован, может сам посмотреть все подробности того, как строится та или иная метрика, по каким данным она генерируется, с каких серверов это все приходит. Это, в общем, чтобы меньше дергали конкретно меня, например, с вопросами подобного рода. Ну и, соответственно, исходя из первых двух пунктов, очень хочется, чтобы те правила, по которым генерятся эти метрики, были максимально простыми, чтобы даже не специалист легко понимал, собственно, что же там происходит. Вот. Ну, так как мы можем быстро выкатить, то есть высокая вероятность, что кто-нибудь быстро выкатит какую-нибудь фигню. Соответственно, очень хочется, чтобы была история, и чтобы можно было эту фигню быстренько откатить обратно. Вот. Разумеется, хочется минимальное оставание, чтобы можно было иметь реалтаймые графики, на которые можно смотреть, и чтобы вот там, ой, у нас графики вспрыгнули, и все, мы сразу поняли, что вот чего и как, и сразу понятно, что где происходит. Далее хочется, чтобы можно было строить любые графики, а не только те, которые, допустим, я написал, закодил в программе генерации графика. То есть там надо менеджеру какой-нибудь график возрастания, разница между нами и Яндексом. Хлобысь, и он, либо он сам, либо я могу это сделать там буквально за полминуты. И вот хотелось бы такое очень. Ну и получение данных в сыром виде для различных отдельных агрегаций, для тех же менеджеров. То есть если их вдруг не устроило, вот предыдущий пункт, где можно любые графики строить, ну хочется им там, не знаю, их выбрать данные, построить это в Excel. Ну, чтобы у них была возможность это вот прямо вот выбрать. Вот. Писали-писали, что у нас получается. Ну, собственно, часть функциональности как раньше. То есть у нас логи тейлятся, парсятся, по правилам прогоняются, на основе правил строятся метрики, строятся вот эти уникальные пользователи. Раз в минуту данные попадают в графит, это метрики. Уникальные пользователи попадают в таранту. Есть веб-морда с графиками. И смс-мониторинг тоже никуда не делись. Они есть, они нужны. Вот. Но что самое вкусное тут получилось? У нас есть админка. У нас есть веб-морда для редактирования конфигов. То есть мы хотим добавить новую метрику. Мы берем и просто вот ее добавляем через веб-морду. Ну, говорим, что у нас там в таком-то сервере, в таком-то логе, вот по такому-то правилу считается вот такая метрика. И все. И нажимаем там раскатить, и она раскатывается. И у нас в хоббе уже есть в графите данные. Далее там же живут эти самые джейсончики для страниц, где эти графики живут. То есть чтобы у нас есть какие-то преднастроенные страницы, чтобы не лезть каждый раз в графит, его в морду, и не натыкивать там все, что нужно. Там есть уже готовые преднастроенные графики. Ну и различные другие там конфиги, в том числе там смс-ок, мониторинга. Соответственно, при редактировании конфигов в веб-морде у нас эти конфиги валидируются на синтаксическую корректность. У нас там есть возможность их прямо оттуда раскатить. Есть такая штука, такие динамические страницы. То есть у нас, например, есть там огромное количество метрик. Хочется, чтобы вот взглядом всего на один график мы увидели все наши проблемы текущие. И вот есть возможность брать эти метрики, вот все последние какие-то значения, их анализировать и делать график, на котором будут только те метрики, в которых замечены какие-то проблемы. То есть там резкий всплеск, там не знаю, фейлов, просадка хитов или еще что-нибудь такое. Просто вот один график, и на нем все сразу вот только вот, все то, где у нас проблемы. Это очень удобно. Далее поиск по метрике. То есть там надо кому-то, вот я хочу все графики, которые у нас относятся по сборам почты с Yahoo. Он набирает Yahoo, у него хлобысь, этот список этих самых графиков. Или я хочу узнать, вот у нас есть такая строчка, если я ее поменяю у себя в приложении, вот что-нибудь у вас там в статистике поломается, он набирает хлобысь, и там у него весь набор этих правил, если вдруг эта строчка там встречается. Потом есть возможность расхлопнуть. То есть есть у нас там график хитов. Мы берем на него, нажимаем, у нас там бум, он расхлопнулся на несколько графиков. Там хиты на чтение письма, на отправки письма, на удаление и так далее. То есть это позволяет смотреть на общие графики, но в случае необходимости узнать сразу подробности, прям вот не отходя от кассы. Ну и, соответственно, можно прям вот из вивморды в пару кликов перебраться от конкретной вот линии на графике к тем правилам, по которым эта линия строится. То есть откуда, собственно, берутся вот эти данные для этой линии. Ну вот тут какая-то схема, достаточно мелкая, хотя не нормально. Здесь у нас есть пользователь, он делает, создает, говорит, что вот на таком-то сервере в таком-то логе по такой-то строчке надо взводить какую-то метрику. По этой метрике строить график, график на такую-то страницу поместить и оповещать смс-ками в случае, если какое-то пороговое значение превышено, например. Ну и плюс строить уникальных пользователей, для которых сгенерировалось данное событие. Потом он говорит, что это надо разложить на такую-то группу серверов. Вот это все живет в тарантуле с конфигами. На сервере у нас есть, крутится процесс вот этого парсера, который тейлит логи. И время от времени ломится в тарантулу, говорит, что вот я такой-то, такой-то, у меня такая-то версия конфигов, есть что-нибудь конфиги новее. Если конфиги есть, они возвращаются, он тут же их подключает к себе, то есть в полете. Соответственно, логи уже парсятся по новым правилам. То есть метрики попадают в тарантул, пользователи в графит. Раз в сутки из графита пользователи экспортируются для аналитики. Плюс количество конкретных пользователей, количество на такой-то почте, на сякой-то почте, количество с пятисотками, с такими-то ошибками, они также экспортируются в графит, чтобы можно было их тоже отображать. Тот же пользователь видит, имеет доступ к веб-морде с графиками, на которые отображаются графики из графита. То есть это либо картинками, прям генерированными графитами, либо джейсоновскими графиками, где можно поводить, посмотреть конкретные циферки, расхлопнуть и так далее. У нас, соответственно, тоже из графита берет данный смс-анализатор, и динамические страницы, соответственно, тоже берутся, анализируется графит, и там, допустим, проблем графиков подкладывается также в веб-морду, которая позволяет все это конечному пользователю посмотреть. Вот, ну, собственно, что этот доклад делает на конференции по Перлу? Большая часть кода написана на Перле, то есть парсер – это у нас any event. Для DSL-конфига используется parse yapdriver, ну, и с Tarantum работает протокол Tarantum. Морда с графиками у нас чисто клиентская, у нас jQuery, dust, shabby, highstock и перовые скрипты, которые динамические страницы генерят. Ну, админка на Mojolicious, ну, данные хранятся в граффити и в Tarantule, то есть мы избежали вообще мускуля и других вещей, за которыми надо еще так сильно следить. Ну, в общем, у меня все. Вопросы? А где код, который это реализует? А, код… Код у нас в репозитории. Ну, хотя бы кусочек. Я понял, что это все сама архитектура. Не, ну, я думаю, что часть этого кода вполне можно выложить, не знаю, на тот же GitHub, но это надо как-то с начальством обговорить, я думаю. Ну, хотя бы админку на Mojolicious. А, в смысле, увидеть, как все это выглядит или что? Ну, увидеть, как это выглядит, да, да, да. Ну, в общем, да, ну, вот, да, я скорее админку на Mojolicious, вот Parsons, и не винт, мне, например, интересно посмотреть, как выглядит. Ну, это так. Если такая будет, конечно, возможность. То есть какие-то скриншоты или что-то, ну, просто прямо отсюда, скорее всего, из гостевой сетки не пустят. То есть из корпоративной… Нет, 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 я имею в виду, просто можно скриншоты наделать, там, добавить. Ну, да, не озаботился. А Tarantule что, его можно им пользоваться как комплсорс, он все-таки платный? Нет, ну, он бесплатный, это опенсорсный. А, нет, по полуопенсорсный, да, опенсорсный, насколько я помню. То есть там сорцы… То есть так же, как MongoDB, его можно скачать там и там… Ну, у Tarantule просто есть куча очень удобных плюшек. То есть, например, у нас есть… Вот эти, сам считаю, сейчас уникальные пользователи. То есть это у нас идет e-mail и какой-то набор флажков, набор полей. С разных серверов идут эти запросы, вот с такими данными… Эти данные прямо в Tarantule в улажке там мерчатся по определенной бизнес-логике. И в итоге мы позволяем… позволять нам иметь одну запись на пользователя. То есть их уникализировать как очень удобно. И там просто бизнес-логику держать, грубо говоря, в хранимой процедуре. Спасибо. Видимо, вопросов больше нет. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ